Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим биткоин или эфириум, какую монету лучше купить. С вами канал Просто Крипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин, альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Многие участники криптовалютного сообщества ждут рост в октябре, в ноябре и последующий булран. И так как у нас есть две самые капитализированные криптовалюты, то есть короли рынка, а именно эфириум и биткоин, то очень сложно выбрать одну из них. В этом видео мы с вами разберем, во что все-таки лучше инвестировать – биткоин или в эфириум. А пока пишите в комментариях, какая ваша любимая криптовалюта и какую из этих двух королей вы предпочитаете добавить в свой портфель. Итак, давайте же разберемся, каким будет октябрь и последующая осень именно для биткоина. Во-первых, отсутствие в октябре заседаний ФРС и решение по процентной ставке снижает волатильность и дает криптовалютному рынку возможность стабилизироваться после предыдущих событий. Инвесторы смогут спокойно оценить последствия сентябрьского понижения ключевой ставки и его влияния на экономику. Ну и во-вторых, само по себе снижение ставки на 50 базисных пунктов – это сильный позитивный сигнал. Смягчение денежно-кредитной политики традиционно способствует росту спроса на рисковые активы, в том числе на криптовалюты, поскольку инвесторы ищут более доходные варианты инвестирования. Ожидается, что в октябре биткоин продолжит движение вверх и может вырасти на 10%, вплоть до 72 тысяч долларов за монету. Конечно же, риски сохраняются, геополитическая напряженность и негативные макроэкономические данные, например, ускорение инфляции в США, могут испортить настроение инвесторов и остановить рост биткоина. Однако, пока преобладают позитивные ожидания, если внешние факторы не преподнесут неприятных сюрпризов. Биткоин имеет все шансы продемонстрировать хороший рост в октябре, уверены эксперты. Учитывая сезонные особенности крипторынка и прошедший халвинг, в октябре эксперты видят перспективы для старта основного бычьего движения в рамках текущего цикла. При этом они обращают внимание на то, что сегодня нельзя однозначно сказать, что рынок достиг окончательной разворотной точки. На текущий момент биткоин сталкивается с сильным сопротивлением в зоне 65-67 тысяч долларов, что может спровоцировать еще одно, вероятно, последнее коррекционное движение перед обновлением исторических максимумов. Ну и, как я уже говорила ранее, то у нас возможно падение на 40 тысяч долларов. Тем не менее, увидим уже впоследствии времени. С марта биткоин находится в затяжной коррекции в рамках широкого нисходящего канала. Поэтому на октябрь эксперты выделили два основных сценария. Пробой канала и закрепление цены выше 68 тысяч долларов. В этом случае эксперты больше не ждут продолжения коррекционной консолидации. Такие движения, по их мнению, отправят биткоин прямиком к обновлению исторических максимумов. Ну и второй сценарий подразумевает, что биткоин не пробьет текущее сопротивление и продолжит снижение в нижнюю половину нисходящего канала. В таком случае покупки ниже 60 тысяч будут отличной возможностью для инвесторов доформировать свой криптопортфель с горизонтом удержания позиции на полгода-год. Дополнительными фундаментальными триггерами для роста цифрового золота станут грядущие выборы в США. Цикл снижения процентных ставок и вливания ликвидности в мировую финансовую систему, а также стимуляция экономики Китая. Тойт обратит внимание на то, что традиционно начало четвертого квартала – это лучшее время для крипты. В этом году, по мнению экспертов, можно рассчитывать на повторение среднего результата. Исходя из статистики прошлых лет, эксперты ждут биткоин на 27,5% выше в октябре. С текущих уровней биткоин сможет дойти до конца октября в район 82-83 тысячи долларов. Это цель минимум. Она позволит только приблизиться к исполнению постхалвинговых закономерностей. В течение 5-6 месяцев после халвинга биткоин обычно рос не менее чем на 65%. Если история повторится, то к концу месяца биткоин сможет стоить 105-110 тысяч долларов. Ну а теперь давайте же обсудим вторую капитализированную криптовалюту, а именно эфириум. В октябре эфириум, как и весь крипторынок, получит возможность переварить последнее снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики всегда позитивно влияет на рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты, делая их более привлекательными для инвесторов, ищущих альтернативу традиционным инструментам. Во-вторых, эфириум в последнее время несколько отстает от биткоина в темпах роста. Это дает основания полагать, что эфира есть потенциал для более динамического движения вверх. Его рост может составить от 10 до 20% в ближайшее время, что позволит ему преодолеть отметку в 3100 долларов и вернуться к 3300 долларов. Если внешний фон не преподнесет неприятных сюрпризов, эфириум имеет все шансы показать хорошую динамику в октябре и в четвертом квартале 2024 года. И наш главный вопрос – какую же монету лучше добавлять к себе в портфель? Исходя из прогнозов эксперта, в октябре предпочтительнее покупать биткоин. Эксперты не исключают роста биткоин в этом месяце на 27%. Благоприятная обстановка может продолжить криптовалюте путь к заветному уровню в 100 тысяч. Эфириум также может продемонстрировать хороший рост в октябре, вплоть до 20%. При этом эфириум, как и другие альткоины, во многом зависят от здоровья флагмана биткоина. Каких-либо значимых событий, которые могли бы вывести курс эфира в отдельное плавание, в этом месяце не предвидится. Поэтому в октябре 2024 года биткоин выглядит перспективнее эфириум. Ну а в начале 4 квартала 2024 года все-таки лучше рассматривать эфириум для инвестиций. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Ну и конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск. Таким образом мы с вами будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить про наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если вы трейдер или хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто – это просто. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok